всем большой привет очередной ну что друзья очередной раз вам доказываю то что срочная работа за нее только и платят короче сегодня пятница уже 20 минут 5 я приехал на загрузку привольный на изомат что интересного короче будут грузить какую-то крышу или что я так и не понял ни хрена чем этом намазывал вот шестиметровая или 630 короче сколько-то будет торчать придется снимать борт снять борт будет вот так вот торчать где-то немного плюс еще надо заехать на городе загрузить еще какие-то листы все и завтра утром поедем развозить это в общем то вот так целую неделю работы не мог найти но вот то что в солигорск съездил и все остальное все мимо кассы и это тоже с утра искали все хотели дешевле короче согласились часу четыре часа три часа позвонили на мой ценник как-то вот так что все ждем загрузки очередь тут не быстро я так понял вот стоял масс еще передо мной длинный его вытянули осталось 2 и 3 а работают они до 5 так что посмотрим все ладно ждем загрузки ну что народ я только загрузился 6 часов как обычно скажу что не снимаешь загрузку даже там снимать но две пачки профиля положили и все просто мудоха листом еще какие-то эти отливы или херливый не знаю что там собирали ну все сейчас еду еще почти к себе домой там пару листов какие-то гвозди загрузят саморезы забираю своих домашних сюда грузовик еду на стоянку там легковая ставлю эту в общем-то валю на стоянку везу их на дачу завтра сдачи на участков 5 утра встану приеду в минск возьму машины поеду вот такая работка на выходные подвалила ну как бы за отсутствием ее в будние дни выходные мы тоже работаем принципе какая разница в какой день работать правильно правильно выгружать я так понял будут вручную по листу как это будет выглядеть я вам наверно покажу все ладно поехали домой ну в смысле к дому туда ближе так что друзья я уже на стоянке машину поставил лицом в забору сегодня чтобы сзади охраняли груз все короче я поехал на дачу всем до завтра друзья всем привет очередной вот так суббота 6 утра прилетела я с дачи короче едем едем туда в сторону бреста сейчас выезжаю на брестку надо заехать заправиться то что-то в баке нихрена нету все и погоним все поехали что заехал я тут на выезде с минска на беларусь на авто заправился все и поехали до первой точки не знаю с килограмм 350 наверно наверно больше деревня каменюки каменецкого района она сейчас включу навигатор посмотрю что это где это городе людей нет шесть утра суббота вообще так по тихенькому выехал машин нет никого нет кайфово давно так не ездил рано с утра до еще выходной день даже непривычно все и буду конечно наблюдать что-то не нравится мне задняя правая ступица почему-то греется все ступицы такие летние теплые а да почему-то горячая хотя все новое стоит и когда вот на солигорск ехал думал может трос ручника болезут его там пошатал он оказалось видно с флажка свалился там сейчас ручника нету ну и как бы суппорт свободен получается а греется все равно даже сейчас уже я тут проехал то есть как бы та сторона теплее чем правая чем левая ладно буду по дороге контролить ну а завтра воскресенье если что позвоню ребятам на и столу подъеду пускай смотрят в чем дело непонятно может колодки но машина катится хорошо сейчас даже вот пускаешь как бы на заправке то что-то пошло не так ладно все пока едем все друзья больше сотни пробежали хочу посмотреть ступицы все хорошо хорошо показывала я вам нет вот такой у меня груз короче полторы тонны тут больше нету два ремня кинул на эти пачки чтоб их немножко придавить хотя сказали возят и без этого вот это колесо непонятно живут руку сверху ставишь жар идет это колесо горячая внутренняя ну вот ступица не очень горячая но горячее чем-то начинает припекать почему отсюда жар такой тут я не могу понять именно что греется диск холодно сама ступица горячая вот ручник с этой стороны трос вроде как я когда шатал свалился то есть ручник уже не держит есть подозрение что когда делали стороны на одну сторону поставили подшипники хорошие а на другую сторону поставили более дешевая потому что не было наличие вот я боюсь что вот эта сторона и попала сюда ну прямо руку вот стоишь прямо ну вот даже колесо горячее вот это вот такое теплое вот это горячего то и там сейчас щитки новые стоят им даже диски не посмотришь каком состоянии ну прямо отсюда такое тепло идет хорошие ладно двигаемся дальше завтра наверно поедем на из того если примут пускай разбираются смотрят ну что добрался я уже до его цевич тоже мост перейти разов разобрали думаю все равно сюда прямо не ездили сейчас налево через его цевище там древ или что там лимон они трубы дымят там левее крана шпан там очередной что-то там есть такое короче с краю города объедем даже даже грузовым прямо знак всегда стоял нельзя как бы так же как и через березу в общем-то едем до березы берете уходим объезды направо на пружины а там короче хрен его знает но это деревня на границе прямо на границе только не знаю польша там или литва что он скорее всего больше что у нас тут брестской стороны ближе короче врать не буду но прямо на границе стоит я там смотрел прямо прямо с краешку ой что-то так рано встал сегодня во сколько в пол пятого встал будильник на пять поставил но что-то так вот можно было и вздремнуть короче рубит ладно едем дальше может получится побыстрее разгрузиться ну как побыстрее еще у меня вчера спрашивали к скольки я сказал 12 сейчас без 10 9 так 200 проехали показывала 340 140 километров еще два часа лету к 11 нормально все ладно поехали дальше город береза короче навик показывает 110 блин почему он меня ведет туда и туда и туда и туда и почему у нас видят туда и да я обычно вот здесь уходил сразу на этом светофоре ладно надо тормознуться посмотреть что там как там шапах смотрим друзья деду я уже тут ехал тут уже на брещене комбайн что-то собирает русского урожая будут собирать походка здесь нормальная такая то солнышко облачки не жарко тепленько чувствуется что тепленько не жарко короче позвонил я туда кому везу там девушка говорит ну вы же будете выгружать я говорю отчего же нет а нам сказали водитель поможет никто не говорил со мной ни о чем не договаривался у нас говорю все услуги платные сказала что там глухая деревня и полтора человека в деревне живет некому я грану вас есть полтора часика поискать и она видно позвонила им туда я уже ждал звоночка и звонят эти ребятки которые а что там горит сказали выгружать некому я грудь и зачем у меня спрашиваешь из тебя только что позвонили все рассказали ну ты может горит пробегись по деревне там пару копеек дай каких я ему культурно максимально культурно объяснил куда ему пробежаться за пару копеек я думаю он сильно не обиделся это уже паразота если честно заказчики на наглеть начинают вчера сначала не сказал что надо еще ехать еще на одну точку там что-то загрузить ну ладно в принципе это как бы опять же возле моего дома там заодно забрал своих и сразу поехали на дачу оттуда через стоянку но сейчас я чувствую начнутся проблемы будут меня там уговаривать и на просто пару копеек понимаете но вот он же знал что да там типа мужу сказали выгружать некому ты пробегись поищи позвони предложить денег соответственно я не бухаю на бутылочку не подойдет чем-нибудь и поможем но тут хотя бы короткие листы а на вторую точку 6 метровая вот чем там помочь кому хрен его знает такие дела это касаемо работы хитрожопая все абсолютно тебе хотят заплатить за нибель от колеса который стоит на лексусе они хотят что-нибудь кому из продать и сразу лексус купить поэтому вот такие вот перевозчики которые у нас остались там по 100 рублей забирает и считает что они кайфовые ребята все зарабатывают деньги зарабатывают на вас на таких как вы при этом вы с этих 150 рублей вообще ничего не заработали а я считаю что каждый груз который ты кладешь машину ты не должен там половину пути солярку отбить со второго еще одну половину пути солярку с третьего там платку с четвертого только тебе что-то капнуть каждый кто тебе положил кусок груза ты должен понимать что ты с этого зарабатываешь ладно счетом не вскипела с утрец они меня разбудили прямо я еду машин вообще нету красота такая видите летом все зелененькая все он зреет все хорошо здесь мы сбудоражили нервы если честно я думал они мне сказали что там монтажники должны быть которые будут это все крышу должны быстро выгрузить но не тут то было ладно 80 километров до этого села приедем на место посмотрим что нам запоют все ехаем дальше где-где а здесь я никогда не был пиловерская пуща езжаем 7 километров не осталось до каменюков олени стоят друг напротив друга памятники может зубра увидим тут белавирской пущи хрен его знает лес тайга машин очень много на обочине стоит люди в лесу грибы наверно чернику косят где там а вот она развязки заслонимым проехал тоже же машина стояла не одна и шли там два человека короче парень и женщина два ведра черники и пакет большой чернике было восемь утра ну даже если они в пять в лес зашли за три часа намолотили добра вот еще что-то несет дяденька а грибы похоже раз посмотрим да ведро лисичек на стриг ладно сейчас самое интересное вот тоже там будет выгружать вы знаете куда вы едете тут такая деревня посмотрите какие дома стоят двухэтажки справа слева я думал тут вообще людей нету а тут оказывается агрохородок типа какой-то школа слева циркушка белпошта беларусьбанк все есть что она прибедняется выгружать некому вот люди а брестки я блин таки да тут эти польские корни лишь бы обмануть он нам куда-то сюда пограничная 42 а вот дом недоделанный стоит сто процентов я так думаю а может и нет чет пол крыши шиферной пол крыши такой ладно будем звонить какой номер дома 31 прям сказать что здесь все скромненько не скажешь что так нормальненько а может и мое веточки где наш 38 40 42 вот мы и приехали да тут гораздо все скромнее ладно сюда скинем а дальше как хотят так ну что коллеги друзья я разгрузился с криками тут с боем нам сказали вы будете выгружать короче им тут все должны сделать какие они тут крикливая мама моя мама ругаются друг с другом бабушка дедушка видно дочка не знаю кто там она арут друг на друга не там берешь не туда ложишь я попросил не кричать а то говорю подорвется и так мою слабую нервную систему вот такие дела пришлось помочь по подавать потому что ну два дедушки совсем а потом приехал ульта и дубина типа такой горитко я не успел да не агредая бывает так случайно который мог нормально все помочь поносить но суть в том что этот эти нехорошие люди которые им привезли это обещали и разгрузить и все остальное в общем то вот так ладно еду теперь мне нужна деревня ставы хрен знает где это 60 километров до нее позвонил там тоже бабулечка божий одуванчик сняла трубку арт два человека хватит я говорю надо по четыре у вас верю 6 метровый профиль длинная чтобы все получилось красиво хорошо сейчас будем искать ну и все едем туда едут такой короче и смотрите какой асфальт короче на протяжении его там как съехал от бружан вот такая вот вся дорога такое ощущение что цельным куском застелили не стыков не швов вообще ни хрена нету автобан как по германии катишься все чудесно и машин нет вообще один качусь едешь и отдыхаешь кайф она будем ехать кайфовать дальше вы не поверите но справа вон пожалуйста граница пищатка ни хрена себе здесь я еще не катался прикольно какая работа сплошная романтика побываешь там где простые люди то может и никогда не будут 28 километров осталось короче вот так все красивенько домики такие культурные стоят и здесь люди виде живут огороды засеяно картошка капуста все есть но это какая-то руины над наверно магазин был а может клуб ладно поехали дальше все друзья разгрузился вот моя лежит сбоку все и поехал сейчас будут носить молодцы здесь оперативненько пришли молодежь помогли соседям разгрузить короче времени пол 2 едем домой сейчас где-нибудь выйду где будет место хорошее стать пообедать еще домой пилить и пилить и опять на дачу поеду со стоянки тут прошло все гуд вообще ладно все поехали тут немножко трясет такая дорога а там да за спиной опять граница с польшей вот они сказали прямо вот сюда вот по деревне прямо выезжаешь буквально пару километров и за граница поехали добрался уже до пружа надо сейчас заехать заправочка будет на кругу заехать под заправиться больше дальше в березе там только это самообслуживание бывать сэвичах надо в город заезжать ближайшая заправка только в баранках что-то перекусил стал в лесочке кофе правда нельзя ладно сейчас может куплю на заправку стало меня размазывать сижу кого-то кино смотрю тут по их тюберам женский молочная комбинат и только что справа проехал но но завод какой-то нормально тут чего там года предприятия слева на такой маленький городской поселок она нам нужны город городской поселок пару предприятий ох ладненько сейчас заеду то заправлюсь и пилим домой короче фанепале блин взял остановился еду лежать три баист рука не знаю лет по пять такие и мне под колеса по первому ряду валю вот эту херню кинули кусок гофры какой-то пришлось на задней передаче тут наваливать догнать и накрутить двоим один убежал двоим накрутить уши до безобразия просто сукины дети блядь а так все хорошо шло почти дома ладно я думаю сейчас они с такими ушами домой придут родители обязательно спросят что случилось что за пчелка тебя укусила видя злого дяди ладно друзья будем подводить итоги чтобы уже потом сейчас посмотрим сколько у меня получился пробег так 836 на сколько тут пятнашка на рано до стоянки 850 километров получился круг это с загрузкой в привольном там загрузка городе частью загрузки денег за разгрузку я с них еще снял за то что помогал на первой точке разгружать поэтому вот люди пишут что ты не снимаешь как там разгружаешься бен как там снимать куда эту камеру на лоб еще крепления нету потеешь на работе помог выгрузить там ну а там встретили нормально я вам рассказывал выгрузили тоже как-то я не знаю еще с камерой не привык ходить по городу чтобы прям все-все-все снимать может скоро и привыкну к этому как-то проще надо относиться в общем то не так недельку и закончили думал уже совсем все будет печально оказалось не совсем нашел на выходные работу что не может не радовать в общем то все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте там колокольчик кому интересно нажимаете лайки а завтра поеду скорее всего вот чуть не забыл короче завтра наверно поеду показывать машину почему греется ступица в общем то два варианта и у них тоже возникла либо подшипник либо суппорт но суппорт новый ну восстановленная с гарантии два года ставил я это все в ноябре новая пускай смотрят ребята и разбираются что там как все всем пока до новых встреч